Всем добрый вечер. Я хочу продлить это видео, которое я сделал пару часов назад, я хочу продлить это видео объявление войны 22 июня в 4 утра. Немножко такое неприятное, я хочу сказать о том, что в нашей стране, в Соединенных Штатах Америки, перед самыми выборами, полностью идет нарушение свободы слова. Я с таким сталкиваюсь впервые, это американская мечта, которую просто убивают. За последние пару дней я сделал пару видео эфиров, в которых рассказывалось про демократическую партию, про ее кандидатов, про Камилу Харрис, которая априори не может быть вице-президентом США за все криминальные вещи, которые она сделала. И сегодня мы делали ток-шоу, где мы тоже обсуждали какие-то продемократические проблемы демократической партии, затронули немножко Беларусь. И в какую-то секунду Facebook просто удалил мой аккаунт. Мой аккаунт, который был 10 лет, который никогда не возникал никаких проблем. И, ну, как они удалили? Не было никаких вилейшинов, они просто сказали, что они не могут меня индифицировать за 10 лет они по моей фотографии. И они попросили мне, чтобы я прислала мою идею, прислала мою, сделал мою фотографию. Я это сделал, я это прислал, они это взяли, а потом мне просто заявили, я вставляю в группу, что в связи с коронавирусом у нас достаточно работников, поэтому мы не можем въявить ваш аккаунт, поэтому ваш аккаунт удален и больше ничем помочь не можем. Но ради бога, не можете, не можете. Много таких стилов трудников, ну хорошо, мой аккаунт удалят, чей-то аккаунт удалят. Проблема же не в этом. Проблема в том, что это стало систематически, они стали удалять людей с экономистичным мнением, людей, которые не соглашаются с Facebook. Сегодня я вышел на YouTube проверить свои видео, которые слава богу пока еще не удалили. Я просто на YouTube в открытую вижу рекламу Байдена, Камила Харрис. Это можно спокойно делать, даже все это на YouTube, на Google, везде. Но как только есть какое-то другое мнение, есть что-то, что не устраивает демократов, тебя сразу удаляют, расстреливают, убивают, забирают у тебя право говорить, право-то носить свое мнение какое-то. Это очень-очень неприятно. Мало того, что в этом профайле у меня были все мои фотографии за 10 лет, мои путешествия, мои встречи с людьми. Помните, все было просто забрано, нагло забрано. И мне это где-то напоминает вообще Советский Союз в 60-х годах, 70-х годах, когда люди военные сказали слово и просто за каждое сказанное слово можно было сесть в тюрьму. Или за каждое сказанное слово можно было прийти какие-то проблемы. Вот. Поэтому это очень-очень неприятно. Ребята, мне, по-моему, и кажется, у меня звук не идет. Сейчас я извиняюсь. Или это идет мне? Да. Вот. А что ты же и реально это очень неприятно. Вот. Но я не собираюсь это так оставлять, потому что, если не бороться, то можно напороться. Поэтому я созвонился с право адвокатами. Адвокат, который работал в федеральном суде. Наверное, пришло это время, когда надо подать на призбук в суд. Вот. Пришло время, когда надо защищаться. Потому что это уже ту матч. И адвокаты согласились взяться за это дело. Вот. Адвокаты мои друзья. Они согласились работать бесплатно. Потому что это очень тяжелый суд. Это были в федеральном суде. Это нелегко. Но это зато быстро. Потому что федеральный суд всегда намного быстрее, чем суд штата. Вот. А завтра же, наверное, я сделал заявление. Напишу заявление в attorney general за преследование. За violation of speech of right. Потому что это реально. Это нарушение свободы слова. Вот. И я напишу такую вот в прокуратуру заявление на фейсбук. А какая у меня есть просьба к моим слушателям, для которых я делаю все эти программы. И программу каждый день. И смотрят много людей. Если вы можете помочь. Вот какие-то именно судебные расходы. Какие-то fee. Я скинул там PayPal. Если у кого-то есть проблемы с фейсбуком. Если у кого-то обидел фейсбук. И вы хотите отомстить. Вы хотите помочь. Потому что ради бога. Смело по нитке. Мне будет легче с ними воевать. Потому что опять же. Как и было с адвокатами. Это может и год, и два, и три. Но мне всегда надо получить анчаркшн против них. Чтобы они лысили всю мою информацию. Потому что они не имели права делать. Вот. Вот. Также я вас очень прошу. Если вы не хотите потерять все, что мы сделали за это время. Выходите на мой канал. В ютубе. Я там снизу сейчас. Сергей. Пожалуйста напиши. Это мой коллега. Мой администратор. Который сейчас все это пишет. Серега напиши пожалуйста. Это наш ютуб чанел. И вот на эту страницу. Просто заходите. Подписывайтесь. Помогите. Не теряйтесь. Потому что я это делаю для вас. Я записываю для вас. Я пытаюсь донести какие-то новости для вас. Прихожу. Привожу людей очень интересных. Поэтому мне очень хотелось вашей помощи. Какой-то в данный момент. Это реально. Я никогда никому не просил. Никому помощи. Я всегда помогал сам всем. Профессию. Это как помогать людям. Но в данный момент нереально нужна помощь. Потому что фейсбук это мощная контора. С мощными адвокатами. И с ними очень тяжело бороться. Это не просто выйти на улицу дать кому-то по голове. Или горятся за кем-то одевать наручники. Или что-то еще. Это реально свободная контора. Проплаченные соусом. Проплаченные демократами. И они просто закрывают рот. Это очень-очень обидно. И чем дальше мы идем к выборам. Тем больше это происходит. Сегодня я узнал, что удалили не только мои аккаунты. Удалили аккаунты некоторых республиканских лидеров. Удаляют группы целые. Недавно удалили Russian Speaker for Trump. Но ребята подсветились. Они устроили большой скандал. Где-то в новостях. И там было очень много народу. И поэтому Facebook пересрала. Так по-русски же не перепугались. Не захотели связываться. И заново открыли эту группу. Я не думаю, что Facebook пересрет меня. Жалоба за там некуда, к сожалению. Но я на них подам в суд. И я попытаюсь доказать это через суд. Поэтому если вы можете мне помочь. Морально помочь. Если вы можете написать мне в личке. Кстати, я забыл сказать. Самое что интересно. Я сегодня открыл на другой аккаунт. Я открыл на нормальный аккаунт, который за Стив Дудник. На русском языке. Я положил все свои identity. Я написал все есть. Я ничего не скрывал. Я еще ничего на этом аккаунте не успел сделать. Ничего. И вот то, что заблокировали его. Только что заблокировали. Вот только он вышел в свежий аккаунт. Вот еще не было никаких величин. Ничего не было. Ни левого. Нормальный. И они опять же написали в своих интересных манерах. Они писали. Нам надо проверить ваши identity. Пожалуйста, пришлите. А, пришлите, пожалуйста, ваши данные. Я уже не боюсь ничего. Присла мои данные. Они говорят. Вот вам, пожалуйста, email. Вот дать вашу мелочь. Сейчас мы пришлем вам код. Чтобы сблокировать. Никакого кода. Они не прислали никаким. Они прислали. И теперь так делают. Нет человека. Нет проблемы. Они теперь и после. Они даже не объясняются. Если они раньше писали, что вот у вас веолейшего. У вас блокируем на 3 дня. На 5 дней. На 10 дней. Вот сейчас полностью. Сегодня аккаунт создал 2 часа назад. Я не прыгнул. Никуда не прятался. Я написал у себя в группе. И не было еще никаких постов с этого аккаунта. Не было ничего. Просто я обновлял контент. Я вставлял свои данные. Адресал его офиса. Название моего детективного агентства. И guess вот. Все вот это вот сейчас опять заблокировали и удалили. Поэтому остался вот этот аккаунт. Который тоже много лет. Я надеюсь, что его не удалят. Потому что, опять же, никакие веолочки на этом аккаунте я не делал. Вот так вот обидно. Так устали поступают. Еще раз. Помогите, пожалуйста, кто чем может. И морально. И вот если она припала, будете скидывать вот кто-то по 20-30 дошли. Особла достаточно денег. А хотя бы на экспертизы. Хотя бы на... Ну, я медлен на подготовку к суду. И я с удовольствием за вас за всех. На этом еще фейсбук в суде федеральном. Если же кто-то хочет просто поучаствовать. Просто прийти, дать свои показания. У кого-то удалили аккаунты. Не вообще профайлы. Не без каких-то резинов. Если они ничего не вайло это или ничего такого не сделали. Просто удалили. Ты можешь тоже мне написать. И я с удовольствием пишу ваши имена в комплейн. Который будет файл на неделю. В федеральном суде против компании фейсбук. Вот. А что зачем вам еще сказать. Мы с вами будем делать каналы. Я буду делать через студеникс продакшн. Мы будем выходить через эту страницу. У нас будет видео. Будут новости. Будут обновления. Вот. Вот. Поэтому все это будет. Но нужно еще, чтобы нужно ваша поддержка. Моральные. Любая, как вы можете оказать. И запомните одно. Если кого-то еще не заблокировали. И кто-то себя хорошее чувствует. Я думаю, что Стив Дуни тут жалуют. И что-то еще. Так следующий будете вы. Понимаете. Так всегда устроено. Когда мы сидим в кустах и не выступаем. Когда мы говорим, что это не наша проблема. Что моя рубашка ближе к телу. То кончается, что приходится она и к вам. И сделать то же самое с вами. Это Америка. Я понимаю, это где-то было в ЮАР. Это было где-то, я не знаю, в Северной Корее. Там, в России. Я еще понимаю, что... Да. Мы понимали, что это происходит. Но Гайса, мы живем в Соединенных Штатах Америки. У нас есть мечта. Американская мечта. Мечта о том, что у нас есть свобода слова. Свобода выбора. Свобода того, что мы можем говорить. Некоторые люди сегодня мне писали. А почему ты не идешь в Фейсбуке? Есть еще очень много других России. Куда там уж идти? Я могу уйти. Есть очень много. Но проблема в том, что все мои слушатели на Фейсбуке. Очень большое количество есть. Я хочу донести какую-то информацию. Хочу донести голос до людей. Насчет выборов. Насчет того, что происходит в стране. Насчет погромов. Я могу это сделать только через Фейсбук и Ютуб-канал. Но, опять же, на Ютубе-канале у меня не так много подписчиков. Потому что у него там всего 1700 подписчиков за месяц собралось. Я не делал никакие рекламы. Я не плачу ни за что. Поэтому, если вы все добавите в Ютуб-канал, так я буду ведь из Ютуб-канала прямые эфиры. У меня разницы нет в Фейсбуке или Ютуб-канал. Вот. Да, настроение у меня хреновое из-за этого. Потому что они испортили. Я просто не понимаю, чем помешал мой последний аккаунт, который я только создал. Опять же, легально. Все нормально. Нормальный телефон. Нормальный имейл. С моего айпада. Все было чисто. Я не понимаю, чем он помешал. Зачем он облакирует его. Может быть, если кто-то понимает, кто-то знает. Я, может, это не понимаю. Неред стукачи, которые стучат. Ну, хорошо, они стучат. На что? На мой новый аккаунт они настучали. А что там устучать? Он легально, неэффективный. Я не прячусь ни за чем. Поэтому я не понимаю, что происходит. Вот. А еще мне там люди писали, типа... Сейчас один там умный написал. Кого мы будем судить? И причем наши деньги. Ваши деньги никто отнимать не собирается. Я просто попросил помощь. Эти кто может, тот поможет, не может. Вот так вот сидеть, смотреть видео мои. Пока не буду. Потом моих видео не будет. Потому что у меня полностью выкинулся из Бока. Будет кто-то другой. Потом они переметнутся с публикацией. Демократами. Демократами. Такие люди. Им так тихонечко хорошо живется. Самое главное, чтобы была тарелка каши. Вот. Чтобы... И все. Больше ничего не надо. И не надо им никакой свободы. Вот. И такие люди есть тоже. Вот. А... Ну, вот так вот. Просто все, что хотел довозвести. Вот эту вот обиду, которую я сегодня получил. Вот. Ну, будем бороться. Я надеюсь, что мы выиграем этот суд. Я надеюсь, что никто не будет закрывать нам рот. И мы сможем говорить только правду. Ну, а тех событий, которые были в Теннессе. Я так и не успел делать программу. То, что мы там делали. Мы проводили там расследование. Это был кемп. Кемп в горах. Но в этом кемпе мы там собирались в Фостер Китц. И такие... Это кемплы детей с приемных семей, с детских домов. Так будем говорить. И дана дошла информация, что там неправильно провести к детям. И что этих детей трогают. И не положено к ним относиться. Поэтому мы проводили расследование вместе с полицией штата. Это СБА называется. Ну, в общем, мы на границе были, но с Каролайной и Теннесси. Так участвовала полиция Теннесси. И полиция Каролайны, СБА. И было очень интересное расследование. Есть люди, которые задержаны. Если это дает показания. Я, конечно, детали не могу сейчас сказать. Но многие детей мы спасли. Может, за это, кстати, может, за это меня блокирует. Потому что часто было о педофилах. И кому это-то не нравится. Потому что, помните, мы в Фейсбуке гоняли группы с педофилами. А их очень много. Это целая лаби. Это денежная лаби. Тут ходят политики. Туда ходят большие политики, лица демократической партии. Может, меня за это гоняет. Я не знаю. Педофил не нравится. Я много их разогнал за это время. И много я сделал. Многих людей посадили. Были очень многие расследования. Я их ловил, потому что ненавижу этих людей. И ловил не только на территории США. И за территорией США. И были очень интересные в России. Мы ловили педофилов. Которые американцы. Которые ездили туда. И недавно у меня был большой кейс. Когда я уже о нем рассказывал. Когда учитель из школы был здесь арестован. За то, что он приставал к детям. Насиловал их. Он сидел в тюрьме. И у него должно быть условное отмечание. Он уехал в Россию. Уехал в Россию. Устроился работать в школу. В России его никто не проверял. Потому что человек носитель английского языка. Такие в школе нужны. И вот тихонечко там насиловал детей. Вот. Пока его не поймали. А поймали его на улице его. Когда он шел за мальчиком. С матерью. Который вышел из магазина. И мальчика. Мама. Они глухонемые. И он затащил мальчика напротив полиции. Это в Петербург. Он был напротив центрального ворота. Затащил куда-то в кусты. Прям там пытался его изнасировать. Так как мама не могла кричать. Потому что она глухонемая. Она начала бить его сумкой. Выходил какой-то прохожий. То увидел его. Подъехал отряд. Милиции. Полиции. И вот задержали его. И его арестовали. Я помогал с документами. Я помогал доставать на него всю информацию. И потом мы должны были экстрадивы на территорию США. Чтобы он здесь и сидел в тюрьме. Но. Я сделал все возможное. Использовал свои связи. Знакомство. Прохранение структур. Госдепортамент. Чтобы его не депортировали. Чтобы его отправили сидеть куда-то в Сибирь. Ну конец истории. Он попал в тюрьму. На зону в тюрьму. Не знаю как она называется. И потом на второй день появился в камере. Я не знаю. Он повесился. Ему помогли повесить. Я тоже как бы занимаю проблемы. Вот. Но он повесился. Я очень рад, что он там вот и остался. Вот. Морба за это не любит. Ну. Что могу сказать. Мы будем дальше продолжать эти расследования. Дальше гонять всяких педофилов и уродов. Которые трогают детей. Вот. Еще раз. Большое вам спасибо. Берегите себя. И ребята. Помогите. Кто чем может морально. Кто может опять скинуть какие-то деньги на припал. Я буду очень прищедет. Я конечно буду всем показывать как мы только заправим суд. Я обязательно выставлю в нашей группе и на странице я выставлю судебные документы. Я буду рассказывать как этот суд идет. Я буду рассказывать что происходит и как далеко мы и куда дошли. Вот. вот. Каким дела. Я не знаю какие-то вопросы ко мне может вставать. Но я не знаю. Наверное не будет речи вопросов и ответов. Потому что в общем здесь нечего задавать. Это я мечтаю в конституциях. По правилу фейсбука нельзя иметь несколько каунтов. Они решили по первому аккаунту. По идее нельзя агитировать но увидеть как получая наши они могут вот убрать человека и человек не может наш регистрируется нужно все ждать а если они не шаг месяц два или три или четыре вот так они убирают людей на ровном месте остров понимать надо как это левый на аккаунт и чтобы надо начать обидеть и нечестно насколько ты пытаюсь вести себя честно и правильно тебя имеют да а когда ты видишься неправильно и честно только да это хорошо спасибо совету на так все делать педофилов так спасибо но это не вопрос это просто пожелание я очень вам благодарен то что происходит так что у меня поддерживаете большое спасибо будем делать дальше новое видео пока это вот возможно я вас очень прошу вас очень много на воду перейдите на youtube чем помогите мне пожалуйста для слову там где прямые эфиры там уж так не блокирует как фейсбуке вот мне было бы для меня очень-очень большая помощь окей далее лень я не повторю это припал я скинул там мяч русский на припал я не сегодня уже ребята перевели деньги там то по 100 по 50 на уже 250 до собралось я эти деньги брата на титина на файлы и потому что федеральном суде очень дорогие файлы и я могу сказать что у меня нет денег но мне тоже тяжело потому что у меня тоже семья есть и у меня есть дети у меня на которых отрабатывать деньги это трачу по на своей жизни у меня идет работа расследования лови всяких придурков педофилов мошенников вот а после этого еще снимать видео для вас вести какие-то новые каналы новостные что-то еще еще должно успеть быть со своей семьей быть своими детьми а у меня опять родители и я должен еще с ними быть и вот так вот это разрываться постоянно я могу сказать я не обманывать вот самое что обидно и они заблокировали мой фейсбук мессенджер где у меня очень много людей мне писали обращались за помощью и я не мог всем ответить теперь никому ответить не смогу потому что я не вижу что-то написали и поверьте мне каждый день пишут минимум не собрать по 20-30 человекам нужна помощь я с ними переписывался даю бесплатные советы кому где-то помогаю очень не вообще я просто целыми днями он занимается вот помощью и расследованиями поэтому очень тяжело бывает все большое спасибо всем спокойной ночи надеюсь и вас не сильно утомилась и может это видео тоже пришли типа своим группам там где меня смотрят может зачем это тоже поможет он ночью все большое спасибо